Всем привет! С вами Александр Васильев. Как и обещал, начинаю рассказывать о тех ошибках, которые допускают агрономы, когда связываются с трихограммой. Сегодня поговорим вот о каком явлении. Мы заметили, что примерно 1 июля ежегодно начинают активизироваться продавцы трихограммы, агрономы, летчики. Им массово вносят трихограмму на свои поля. Потому что ежегодно они так делают, и по многолетним наблюдениям именно в это время начинается массовый лед стеблевого мотылька и откладка яйцекладок с самками. Давайте посмотрим, насколько это верно. Если бы вносили вы трихограмму на свои поля раз в 5-6, то началом внесения можно было нивелировать, поскольку у вас энтомофаг постоянно бы присутствовал на поле. Увидели стеблевого мотылька и начинайте периодически вносить. А поскольку многие вносят всего лишь два раза или кто-то даже один, то ваш выпуск трихограммы должен быть как снайперский выстрел. Поскольку самка трихограммы способна паразитировать яйца только на протяжении 3 дней. А наибольший вред наносят именно гусеницы, вышедшие из первых яйцекладок. А сейчас давайте еще разберем 2019 год и узнаете еще больше интересного. Вот например, если посмотреть сейчас, 20 февраля 2020 года. Как вам зима? Довольно нетипичная. Снега нету, плюсовая температура. Конец весны и начало лета 2019 года, они тоже были нетипичные, довольно теплые. Я вам скажу, что к своим клиентам мы выезжаем где-то с 20 по 25 июня, кто южнее, кто севернее и начинаем ставить световые ловушки. Потом смотрим, летят там самцы, самки, потом ищем яйцекладки, потом проводим защитные мероприятия. Также мы поддерживаем отношения с Всероссийским институтом защиты растений. У них в Краснодарском крае есть опытное хозяйство, где они также наблюдают за вредителями. Почему мне это интересно? Потому что у нас в Украине одно поколение стеблевого мотылька, а у них два. И первый летит раньше. Поэтому мне всегда интересно, как перезимовал вредитель, в каком количестве он полетел. И мы постоянно списываемся, поддерживаем отношения. И вот в 19-м году не дает мне покоя, где-то 17-го числа внутренний голос, Саш, напиши, напиши, узнай, как дела. Пишу письмо и буквально сразу получаю ответ. Саша, у нас лед начался на две недели раньше. Я сразу же звоню агроному в южную точку Полтавской области, где мы работаем. Говорю, можно приехать? Он говорит, да, приезжайте. И 17-го июня вечером мы уже ловим самцов, самок и находим яйцекладки. Хотя в этих хозяйствах, в Кобелятском районе Полтавской области, у нас первое несение где-то с 28-го по 31-го июня проходит. Первое. То есть практически на две недели раньше начался лед и у нас. И это все шло по нарастающей до 24-го июня. Потом в Украину пришло похолодание. Ночные температуры были ниже 14-ти градусов. Кто знает биологию стеблевого мотылька, тот читал, что для единичных яйцекладок мотыльку нужны температуры ночные от 14-ти градусов, а для массовой яйцекладки там 17-18, но оптимум 19. Мы заезжали где-то в 11-е, в полдвенадцатого домой с полей приезжали. У нас градусник показывал там в машине 10 градусов, 11-е, 12-е, но 14-е не было. Мы советовались, спрашивали у людей, которые уже много лет наблюдают там за стеблевым мотыльком. Нам говорили, что если дней 10 похолодание задержится, то ничего страшного не будет. Лед потом возобновится, яйцекладка пойдет. Но у нас, к сожалению, это все затянулось на месяц. Это заметили не только мы, поскольку нам звонил агроном Черкасская область, Умманский район. Они используют там световую ловушку еще в советских времен, такая большая, крупная. Они тоже заметили, что мотылек полетел на две недели раньше, а потом исчез. И они звонили, спрашивали, что вы думаете, что нам надо делать. Я говорю, мы тоже ждем. Также нам свинницы звонили из Черниговской области, писали, у них была подобная ситуация. Также у нас в Глобинском районе Полтавской области в одном крупном аграрном предприятии был энтомологический пост. Там работали специалисты с института зоологии, а также один сотрудник национального заповедника Западной Украины. То есть спецы в энтомологии. И они на мощную световую ловушку каждую ночь смотрели, что летит и в каком количестве. Они тоже заметили, что лед начался раньше, с теплевого мотылька, а потом резко прекратился. Поэтому кто до 24 числа еще успел внести трихограмму, то в принципе сделали правильно. Кто вносил уже с 1 июля, это выброшенные на ветер деньги. Кто-то бил себе в грудь и говорил, что это все для профилактики. Ничего страшного. Ребята, какая может быть профилактика, если вредителя нет? А дневные температуры были на уровне 20-21 градуса. Кто знает об активности трихограммы при таких температурах, тот спорить со мной не будет. Кто не знает, то скажу. Один коллега проводил исследование, правда с яблоневой плодожоркой. Так вот, при температуре дневной 20-21 градус, эффективность трихограммы была на уровне 7%. При температуре 24-25 градусов, эффективность была на уровне 7-10%. Вот вам и ответ. Есть еще такой момент, когда вносят для профилактики, это метод сезонной колонизации. Это когда трихограмму зараньше, до предполагаемого лета, вносят по посадкам, по лугам, чтобы нужный вид трихограммы накопился на других вредителях, на яйцах других вредителей. А потом, когда полетел вам нужный вредитель, трихограмма с посадок из лугов пришла и сдерживала его численность. Но это делается намного раньше, а не в тот момент, когда вредителя нет. Вот такая ситуация была в 2019 году. Поэтому кто мониторил, кто наблюдал, тот сумел сэкономить деньги не только на трихограмме, но и на химических средствах защиты растений. Ну, а кто-то, конечно, потерял. Для нас, конечно, как для производителей, был очень сложный год. Мы впервые сталкиваемся с таким. Поэтому вот вам календарные сроки внесения. Насколько верно на них опираться. Я скажу, что у нас в разных хозяйствах, это только по Полтавской области, мы всегда вносим в разное время. Есть разница в 3-4 дня. То есть там где-то лед начинается южнее раньше, севернее начинается позже. Для того, чтобы вам точно снайперски носить трихограмму, нужно осваивать мониторинг. Сложного в этом ничего нет. И о том, как это делать, где и кому, я расскажу в следующем сюжете. А на сегодня все. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok